МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал «Звязда» и вашему вниманию хроника чрезвычайных происшествий «Рубикон» в студии Глеб Рокофьев. Здравствуйте. Новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно, с соблюдением всех мер безопасности в местах массовых гуляний, за исключением единичных случаев. Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий, в основном это мелкое хулиганство. В общей массе преступлений особую тревогу вызывают преступления, совершенные в быту. Исходя из этого, сотрудники милиции ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на предупреждение пресечения преступлений против жизни и здоровья граждан. В усиленном режиме во время праздников сотрудники милиции несли службу во всех регионах страны. Так в Новополоцке новогодняя ночь прошла достаточно спокойно. Оперативная обстановка в городе оставалась контролируемой. Чрезвычайных ситуаций, происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Новогодние праздники продолжаются. Мы призываем жителей и гостей города соблюдать законодательства, в том числе и правила дорожного движения. Не такими оптимистичными стали первые дни 2021 года. Только в первые сутки нового года на дорогах республики произошло 171 дорожно-транспортное происшествие. В 12 из них есть пострадавшие. В результате аварии травмированы 18 человек. 5 человек погибли, в том числе и двое несовершеннолетних. ДТП унесло жизни детей 7 и 10 лет. Трагедия произошла в 1 января в Докшевском районе, на автодороге Минска-Витебск, вблизи деревни Замосточье. Водитель легковушки «Шкода» не справился с управлением. Его авто вынесло навстречу, и там легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали. От двух несовершеннолетних пассажиров легковушки спасти не удалось. Их родители госпитализированы. В праздничные дни сотрудники госавтоинспекции выявили немало нарушений правил дорожного движения. Только на дорогах Новополоска задержано 3 нетрезвых водителя и 3 бесправника. Аварий в городе, в которых пострадали люди, не произошло. Однако зафиксировано 12 ДТП с материальным ущербом. Утром 4 января при въезде в Новополос со стороны автодороги город Полос-Город Миоры сотрудники отдела ГАИ Новополоского ГУВД провели комплексное мероприятие, направленное на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, цель которого – выявление нетрезвых водителей, а также водителей, не имеющих права управления транспортными средствами и иных грубых нарушений ПДД. Стоит отметить, что только за время проведения мероприятия выявлено два нетрезвых водителя. Кроме того, были выявлены и иные нарушения правил дорожного движения. С 6 по 10 января служба сотрудников ГАИ в усиленном режиме продолжится. Места торговли спиртными напитками и места массового отдыха. Именно к этим объектам будет приближено патрулирование нарядов ДПС. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов. Последствия протестов. Менчанин, участник митинга, пристанет перед судом. В том числе за удар, нанесенный телеоператору. События разворачивались в столице 25 октября в ходе несанкционированных массовых мероприятий. Обвиняемый вместе с неустановленными лицами вышел на проезжую часть, заблокировав тем самым движение транспорта. Также во время участия в беспорядках он применил насилие в отношении оператора одной из государственных телекомпаний. Менчанину предъявлено обвинение по двум статьям. Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта, а также хулиганства. А вот житель Молодечно публично оскорбил начальника местного райотдела милиции. Мужчину правоохранителя задержали 13 сентября, когда тот из аэрозольного баллончика с синей краской наносил оскорбительную надпись на фасаде здания. По словам гражданина, оскорблять он никого не собирался, а в поступке раскаиваться. Однако суд признал его виновным в оскорблении представителя власти. За данное нарушение закона, приговором суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. С него взыскан в пользу потерпевшего лица 4000 рублей. Пожар в Полоцком районе. Погиб мужчина. ЧП произошло вечером 4 января в деревне Казьянке. Когда спасатели прибыли на место, дом уже горел внутри и наблюдало сильное задымление из-под кровли. В этот момент внутри находился хозяин дома. В дальнейшем сотрудниками МЧС на полу в горящей комнате обнаружен труп мужчины. По данному факту проводится проверка. Вероятнее всего, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшим. В преддверии Нового года 29 декабря в Полоцке горела квартира. Пожар произошел в одной из пяти этажек по проспекту Иоанна Зодчева. На момент возникновения пожара в квартире никого не было. Но сотрудники МЧС и соседней квартиры многоэтажки и выкурали 15 человек. Из них 5 роддети. В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Точная причина происшествия устанавливается. В Ворше после пожара от новогодней ели остался только пепел и несколько елочных украшений. Утром 1 января спасателям сообщили о задымлении в подъезде одной из многоэтажек города. Уже прибыв на место, удалось определить источник дыма. Квартира на четвертом этаже. Там был обнаружен мужчина. Его вынесли на свежий воздух. И после осмотра медиками, пострадавшего с отравлением продуктами горения и ожогом верхних дыхательных путей, доставили в больницу. Пожар ликвидирован. Короткое замыкание гирлянды на елке. Вероятнее всего, стало причиной происшествия в квартире. Грабеж в новогоднюю ночь. У новополучанина злоумышленник вырвал 100 рублей. Двое молодых людей познакомились накануне. И планировали отметить праздник в одном из усилительных заведений Новополска. Но, увы, не прошли фейсконтроль. В дальнейшем молодой человек захотел убедиться, есть ли у его нового знакомого деньги на продолжение праздничной ночи. В ответ новополучанин показал ему 100 рублей. Реакция была незамедлительной. Злоумышленник вырвал купюры и побежал. Изначально потерпевший его догнал, повалил. Они вместе упали на землю, попросил отдать деньги. Тот сказал, что да, сейчас отдам. Но в итоге встал и убежал. В этот раз потерпевший не побежал за ним и обратился в милицию. В ходе проведения разыскных мероприятий оперативниками были опрошены очевидцы происшествия и просмотрены камеры видеонаблюдения, что помогло выйти на след грабителя. Им оказался 18-летний новополучанин. Ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежа. Злоумышленник был задержан. Молодой человек совершил звонок с телефона потерпевшего своей знакомой. Благодаря этому и удалось найти грабителя. На данный момент обвиняемый заключен под стражу. По факту грабежа в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. В Беларуси активность киберпреступников не утихает. Только в Новополске за 2020 год зарегистрировано 287 преступлений в сфере информационных технологий. А это почти 42% от всех преступлений, зарегистрированных в городе. В основном это хищение с помощью компьютерной техники. В большинстве киберпреступники используют две схемы. Одна из них фишинг. Поделка сайтов банков, торговых площадок и не только. Другой популярный вид преступлений – вишинг. Мошенник звонит от имени сотрудника банка и в ходе телефонного разговора или переписки пытается завладеть персональными данными. Код с оборотной стороны банковской карты, смс-пароли из банка и другие данные ни в коем случае никому сообщать нельзя. Необходимо более тщательно изучать меры по безопасному использованию банковских карт сети интернет. не переписываться в различных мессенджерах с незнакомыми людьми, заведомо не убедившись в их личности. Потому что, как правило, за перепиской может находиться человек с злыми намерениями, который готов позариться на ваши деньги. Незаконный предновогодний груз не доехал до семи получателей. Микроавтобус «Фольксваген» двигался из России. Новогодние гирлянды и ели, а также одежду и обувь перевозили в грузовом отсеке транспортного средства. В ходе проверки правоохранители Витязьской таможни выявили отсутствие необходимых транспортных документов. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 17 тысяч белорусских рублей. По всем выявленным фактам таможни начаты административные процессы. На этом у нас все. В эфире увидимся ровно через неделю. Будьте бдительны, не переходите в Рубикон. И до новых встреч на телеканале «Звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова